Приветствую! Все чаще приходится сталкиваться с ноутбуками, в которых я еще зелен. И вот снова дали в руки ноутбук. Acer серии 5530 от постоянного моего клиента. Постоянно что-то подкидывает. Ноутбук в хорошем состоянии для своих лет, за исключением несколько пострадавших клавиатур. Давайте посмотрим, что с ним за проблема. Подключим адаптер и нажмем кнопку питания. Появилось чистое изображение с загрузкой Windows. Уже хорошо, что хотя бы включается. Windows успешно загрузился и все вроде бы хорошо. Но просто темнеет экран. И обратно не возвращается. Подсветка горит, но матрица залита черным, если так можно сказать, цветом. Выключим ноутбук, зажав клавишу питания и включим снова. Это даст мне понять, проблема в аппаратной части или в программной. Возможно, какая-то программа запускается в полноэкранном режиме и зависает. Ноутбук включается и картинку показывает. Позволяем Windows запуститься в обычном режиме. Происходит стадия загрузки Windows и снова то же самое. Вывод. Проблема имеет аппаратный характер. То есть в этом случае нужно добираться до материнской платы. В процессе разборки то, на что я наткнулся, у меня вызвало много разных эмоций. Вам видно этот маленький квадратик? Это клавиатура, на задней части которой расположена термопрокладка с термопастой. И это самым натуральным образом охлаждает чипсет материнской платы. Это какой-то проектировочный экстрим. Решил проверить, насколько такое решение было оправдано. Сколько градусов дает кристалл чипсета? Использую термопару с мультиметром в режиме измерения температуры. После загрузки операционной системы температура открытого кристалла состояла 53 градуса. При том, что комнатная температура составляла около 20 градусов. В принципе, этот чипсет способен работать в открытом виде. Но охлаждать его все же стоит. Но не клавиатурой, блин. Придумали бы хоть какую-нибудь пластину, что ли, теплорассеивающую. Освободил материнскую плату от корпуса. И заметил, что чипсет, видеочип и процессор имеют размазанную по всей площади чипа и подложки белую термопасту. Похожую на КПТ-8. При этом она уже изрядно подсохла и съежилась. Очистил процессор, видеочип и охлаждение от старой пасты. И наношу новую. Попробуем включить ноутбук и пронаблюдать за его работой. Возможно, замена термопасты помогла. Подсобрал компоненты для запуска и включаем ноутбук. Спустя 5 минут работы экран не погас. И это уже неплохой результат. Установил AIDA64 и запускаю стресс-тест всех компонентов, кроме локального диска. Спустя примерно час стресс-теста экран также работает. Но! Есть небольшое но. Этот момент, к сожалению, не попал в это видео. На следующий день ноутбук просто не выводил изображение на экран и даже не зажигал подсветку, как до этого. Я быстро понял, что проблема в видеочипе. И пока решил его просто прогреть, как обычно это делают в надежде на удачу. После этого ноутбук включился и вывел изображение, что лишний раз указало на видеочип. И после этого я установил фурмарк и прогнал 10 часов его тест. Для максимальной загрузки уже не всей системы, а именно видеочипа. Как видите, все работает, и ремонт выйдет без лишних затрат для владельца. Но с оговоркой, что если проблема повторится, то под замену пойдет видеочип. А вам спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч!